В 1873 году в Полтаве на ярмарке она играла изумительно. Один восторг, чудно играла. Не извольте ли так же знать, где теперь находится комик Чадин, Павел Семенович? В Расплюево был неподражаем. Клянусь вам много, уважаемая, где он теперь? Вы все спрашиваете про каких-то допотопных. Откуда я знаю? Пашка Чадин, таких уж нет теперь. Пала сцена, Ирина Николаевна. Прежде были могучие дубы, остались одни пни. Константин Гаврилович! Полагаю, теперь можно поднять занавес. А то жутко. Яков, подними-ка, братец, занавес. Ну, я думаю, кто испытал наслаждение творчества, для того все другие наслаждения уже не существуют. Не говорите так. Когда ему говорят хорошие слова, он проваливается. Помню, в Москве в оперном театре знаменитый Сильва взял нижнее до. А в это время, как нарочно, сидел на галерее бас из наших синодальных певчиков. И вдруг, можете себе представить наше крайнее изумление. Мы слышим с галереи «Браво, Сильва!» Это к низким боском. «Браво, Сильва!» Театр так и замер. Тихий ангел пролетел. А мне пора, прощайте. Куда? Куда так рано? Мы вас не пустим. Меня ждет папа. О, какой он право! Жаль вас отпускать. Если бы вы знали, как мне тяжело уезжать. Останьтесь. Вас бы проводил кто-нибудь, моя крошка. Нет, нет. Нет, нет. Ну, останьтесь на один час. Ну, что право? Нельзя. Несчастная девушка, в сущности. Говорят, ее покойная мать оставила все свое громадное состояние, все до копеечки мужу. Бедная девочка осталась ни с чем. Потому что ее отец уже все завещал второй своей жене. Это возмутительно. Да, ее папенька порядочная-таки скотина. Надо отдать ему полную справедливость. Пойдемте-ка, господа и мы, а то становится сыро, у меня ноги болят. Они у тебя, как деревянный старик злосчастный. Я слышу, опять воет собака. Будьте добры, Илья Афанасьевич, прикажите отвязать собаку. Нельзя, Петр Николаевич. Боюсь, как бы воры в амбар не забрались. Там у меня просо. Ах, что может быть скучнее этой вот милой деревенской скуки? Жарко, тихо, никто ничего не делает, все философствуют. Хорошо с вами, друзья. Приятно вас слушать. Но сидите сюда в номере, учить роль гораздо лучше. Хорошо, я понимаю вас. Конечно, в городе лучше. Сидишь у себя в кабинете, лакей никого не пускает без доклада. Телефон на улице, извозчики и все. Жена говорит, что вы хотите вместе с ней поехать на станцию? Да, мы собираемся. Это великолепно. На чем вы собираетесь ехать? Сегодня все работники заняты, сегодня у нас возят рожь. На каких лошадях, позвольте вас спросить? По чем я знаю, на каких? У нас же выездные есть. Где я возьму хомуты? Ну где я возьму хомуты, извините? Я благоговею перед вашим талантом. Я готов отдать за вас 10 лет жизни. Но лошадей я отдать не могу. Но если я должна ехать, странное дело. Много, уважаемая, вы не знаете, что значит хозяйство. Это старая история. В таком случае, я сегодня же уезжаю в Москву. Прикажите нанять на меня лошадей в деревне, а то я уйду на станцию пешком. В таком случае, я отказываюсь от места. Ищите себе другого управляющего. Каждое лето так. Каждое лето меня здесь оскорбляют. Нога моя здесь больше не будет. Имею честь с прискорбием заявить, что лошади поданы. Пора уже многоуважаемой ехать на станцию. Поезд приходит в 2 и 5 минут. Так вы же, Ирина Николаевна, сделайте милость. Наведите справочку. Где теперь актер Суздальцев. Жив ли, здоров ли? Вместе певали когда-то. В ограбленной почте играл неводражаемо. С ним тогда, помню, в Елизаветграде служил дорогих Измайлов. Тоже личность замечательная. Не торопитесь, многоуважаемая. 5 минут еще можно. Раз в одной мелодраме они играли заговорщиков. И когда их вдруг накрыли, надо было сказать, мы попали в западню. А Измайлов, мы попали в западню. В западню. Вот вам слит на дорогу. Очень сладкий. Может, захотите полакомиться? Вы очень добры, Полина Андреевна. А я пойду пешком на станцию провожать. Я жива. И с пиццом бы осчастливили. Прощайте, Борис Алексеевич. Спасибо. Где Константин? Скажите ему, что я уезжаю. Надо проститься. Ну, не поминайте лихом. Я дала рубль повару и дентре. Кажется, наши приехали со станции. Да, я слышу маму. Мы все стареем. Поветриваемся под влияние стихий. А вы, многоуважаемые, все еще молодые. Шляпа. Светлая кофточка. Живость. Братцы. Опять вы хотите меня сгладить, скучный человек. Здравствуйте, Петр Николаевич. Наконец-то вы приехали. Ну что, заждались, братцы? Ну и погода. Мари. Двадцать два. Есть. Три. Такс. Поставили три. Угу. Восемь. Восемьдесят один. Десять. Не спеши. Как меня в Харькове принимали, батюшки мои. До сих пор голова кружится. Тридцать четыре. Студенты овацию устроили. Три корзины, два венка и вот. Да, это вещь. Костя играет. Тоскует бедный. В газетах бронят его очень. Охота обращать внимание. Ему не везет. Все никак не может попасть в свой настоящий тон. Что-то странное, неопределенное. Порой даже похожее на бред. Ни одного живого лица. Одиннадцать. Петруша, тебе скучно? Спит, действительно, статский советник. Семь. Девяносто. Если бы я жил в такой усадьбе у озера, разве я стал бы писать? Я бы поборол себе эту страсть и только бы и делал, что удел Рэм. У нас, Борис Алексеевич, осталась ваша вещь. Какая? Как-то Константин Гаврилович застрелил чайку. И вы поручили мне заказать из нее чучело. Не помню. Ну, не помню. Вот вещь, о которой я говорил Давича. Ваш заказ. Не помню. Не помню. Что такое? Ничего. Это должно быть в моей походной аптечке что-нибудь лопнуло. Не беспокойтесь. И голос был сладок, И луч был тонок, И только высоко У царских врат Причастный. Причастный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова